Здравствуйте! Вы на канале Реальной Книги. Сегодня мы с вами кратко поговорим о романе Льва Толстого «Война и мир». Главными героями есть Николай Ростов, сын графа Ильи Андреевича Ростова. В третьей части первого тома занимает важное место повествований, показа на войне, как отважный официарь, преданный родной отчизне и императору Александру. Он просто благовеет пред государями, готов без раздумий отдать жизнь за него и Родину. Андрей Балконский. В этой части произведения показан как возмужавший молодой человек, адъютант Кутузова, для которого на первом месте состоит вопрос лишь о защите Родины от врага. Переоценка ценностей героев происходит во время ранения. Он понимает важность вечного перед временным, наблюдает величие высокого голубого неба и осознает, как в сравнении с ним ничтожно то, что происходит на земле, где люди ненавидят друг друга. Главнокомандующий Михаил Иларионович Кутузов. В третьей части первого тома романа «Война и мир» показан как мудрый полковолец, переживающий за русскую армию и самоотверженно сражающийся с врагом. Он возражает против плана Вайруттена, но к мнению главнокомандующего в этом случае никто не прислушивается. Результатом становится то, что в этом бою армия терпит поражение, а сам Кутузов получает ранение в щеку. Наполеон Бонапарт. Реальная историческая личность, французский император, который пошел войной на Россию. В третьей части первого тома произведения показан как человек, которому, как это не парадоксально, присущая жалость к пленным и раненым русским солдатам. Приказывается ему доктору Ларею осмотреть раненого Андрея Балконского. Анатолий Курагин. Отрицательный персонаж романа «Война и мир». Человек, противящийся доброму и хорошему. Любит кутежи, пьянки, хитро обольщает женщин. Марья Балконская. Дочь князя Николая, испытывающая давление со стороны отца. Девушка понимает, что папа делает все это не со зла и смиряется. Марья очень положительная героиня, обладающаяся благородными качествами характера. Она не только прищает подлый поступок Мадуазель Бурьен, но и совершенно искренне желает, чтобы подруга была счастлива с Анатолием. Князь Николай – отец семейства Балконских. Человек строгих правил, который любит свою дочь и относится к ней сурово и порой без снисхождения, желая во что бы это ни стало правильно воспитать. Мадуазель Бурьен живет в семье Балконских как компаньонка. Это женщина, которая не дорожит хорошим к ней отношениям и при первом же случае предает Марью. Князь Василий – отец Елены, Анатолия и Аполита Курагиных. Человек, желающий преуспеть с целью чего сближается с полезными людьми. Когда Пьер Безухов стал богатым графом, Василий придумал план, как женит на нем свою дочь Эллен. Пьер Безуховым в третьей части первого тома показан как богатый молодой человек, пред которым предстоит выбор, жениться ли на Эллен Курагиной или нет. К сожалению, не имея мужества противостоять обстоятельствам, он соглашается на этот брак. Хотя в душе он понимает, какие нехорошие последствия влечет за собой этот опрямичевый шаг. В первой главе князь Василий был светским человеком, который просто хотел преуспеть при этом и не желая никому зла. Интересом его жизни были планы на сближение с полезными, по его мнению, людьми. Так как Пьер Безуховым незапно стал очень богатым, у Василия созрело решение выдать замуж за него свою дочь Эллен. Что же касается самого Пьера, то он после недавнего одиночества и беззаботности почувствовал себя до такой степени окруженным и занятым, что ему только в постели удавалось остаться самим собой. К неожиданно разбогатевшему молодому человеку стали относиться совершенно иначе, чем прежде. Даже со злыми и враждебными происходила метаморфоза. Они становились нежными и любящими. Например, старшая из княжен, ранее испытывающих к Пьеру откровенности неприязнь, переменилась к нему в отношении и делала вид, что испытывает сожаления по поводу ранений и ранее происходивших между ними недоразумений. Тем более добрее княжна осталась с тех пор, когда Пьер по просьбе князя Василия подписал вексель на 30 тысяч в ее пользу. Наивный Пьер верил в искренность этих людей, начавших относиться к нему так хорошо, но жалел и о прежних друзьях, из которых в Петербурге не осталось многих. В один из зимних дней молодой человек получил от Адны Шарер записку с приглашением, где сообщалась о прекрасной Эллен, на которой невозможно налюбоваться. Он согласился, однако девушка заманила его в своей сети только лишь из-за корысти. Но Пьер, смутно чувствуя, что надвигается что-то плохое, все же не мог противостоять мнению светского общества. Во второй главе намерением князя Василия был женит его сына Анатолия на дочери Николая Балконского, с целью чего он решил посетить его имение. Но прежде чем осуществить его план, возникла необходимость решить вопрос с Пьером Безуховым, который даже помимо своей воли и привязанности к Эллену Курагиной убеждал себя, что Эллен прекрасная девушка, а молодой человек в душе понимал, что это далеко не так и желал разорвать с ней отношения. Но для этого нужна была решимость, а ее у Пьера не было, тем более, что внешние обстоятельства все более и более не способствовали встречам с красивой дочерью князя Василия. В день именин Ален у князя ужинало много людей, в основном близких. Все чувствовали, что должно случиться что-то важное. Гости были в веселом настроении, только Пьер и Ален подозрительно понимали, что они сейчас находятся в центре судьбоносного события. Когда мало-помалу посетители разошлись, князь Василий с выражением торжественности на лица решительно вошел в гостину и благословил Пьера и дочь Эллен как жениха и невесту. Через полтора месяца они обвенчались. В третьей главе князь Николай Балконский получил письмо от Василия Курагина, который сообщал о скором визите к нему и вместе с сыном Анатолием. Наконец, гости к большому неудовольствию князя Николая переступили порогу дома Балконских. Но зло свое Николай Андреевич срывал на слугу, приказав закидывать снегом расчищенную для министра дорогу. Затем посылаясь посыпать придирками и в адрес дочери, и по поводу якобы грязной тарелки. Гнева князя испугалась даже маленькая княгиня, по этой причине не пожелавшая выйти из своей комнаты. Однако после обеда князь смягчился и подошел к испуганной невестке, которая при виде его побледнела. Однако Николай Андреевич уже был в лучшем настроении. Ввиду того, что приехали гости, стали наряжать княжну Марию, забывая о том, что некрасивое лицо невозможно изменить. А девушка понимала это, чуть не плакала и просила оставить ее. Конечно, она мечтала о семейном счастье, но боялась из-за своей неприглядной внешности никогда не стать женой. Терзаясь такими мыслями, Мария получила утешение от Господа, который говорил ей в сердце ее, «Если Богу угодно будет испытать себя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». В четвертой главе, наконец, княжна Мария вошла в комнату, где сидели Василия Андреевича с сыном. Анатолий в первый день знакомства с дочерью князя оказался очень молчаливым, однако осознание своего превосходства прослеживалось во всем его поведении. «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться, будто вы говорили, будто говорил он со своим видом». Впрочем, затем между гостем и домочадцами связались непринужденная беседа, в котором активно участвовала мадемуазалья Бурьен. Сердился по поводу приезда неожиданных гостей только князь Николай, подсознательно понимая, что очень не хочет выдавать свою дочь замуж. Он был очень не рад тому, что Марье без его спроса красиво нарядили, и снова в резкой форме сделала ей замечание, чем довел бедную девушку до слез. Однако все три женщины, княжна Марья, Лиза и мадемуазель Бурьен, были подчинены вниманием молодого человека, который появился в их доме, и, по их мнению, скрасивавшийся однообразную жизнь. В пятой главе под впечатлением событий прошедшего дня женщины долго не могли уснуть. Марья размышляла о добром Анатолии, и на нее вдруг напал такой страх, что пришлось попросить горничной ночевать весней в комнате. Мадемуазель Бурьен долго гуляла по зимнему саду, а маленькая княгиня никак не могла хорошо лечься. Все было тяжело и неловко. Князь Николай очень недовольный реакцией Марьи на Анатолию, чувствовал себя оскорбленным. Он замечал, что молодой человек смотрит только на мадемуазель Бурьен и хотел открыть глаза наивной дочери. Действительно, Анатолий стал флиртовать с компаньонкой Марьи. А князь, то становясь ласковым, то, впадая в грубость, пытался разговорить с дочерью и узнать, действительно ли она хочет замуж за Анатолия. Он тебя возьмет с преданным, да, кстати, захватит мадемуазель Бурьен, да и будет женой, а ты выпалил он в сердцах. На глазах княжны снова появились слезы. На самом деле, отец, может, сам того до конца не осознавая, хотел предостереть свое дитя от непоправимой ошибки, хотя и предоставлял дочери в этом вопросе свободу выбора. Однако его опоцения по поводу распутного поведения гостя подтвердились. Княжна Марья видела обнимающихся Анатолия и Бурьен, и реакция несостоявшейся невесты была удивительной. Вместо того, чтобы обидеться на соперницу, она начала утешать ее, обещая, что сделает все для счастья подруги, которая так страстно его любит, так страстно раскаивается. И к радости отца объявили при князе Василии, что не хочет выходить замуж за Анатолия. Продолжение этой статьи вы сможете найти на нас на сайте. А вы были на канале Реальной Книги. Подписывайтесь на канал, изучайте литературу вместе с нами.